Привет, ты на канале Мачек Пэт. Да, привет. Я София, а это мой брат Эйван. А это моя, типа, это жена Миша Лайк. Что значит типа? А я Покемон Юмичу. Короче, в первый день нашей супер-мега распаковки миллионов слаймов мы разобрали всю коробку и увидели, что у нас просто нереально много самых разных антистрессов. И покупные, и самодельные. И решили распаковывать все и делить слаймы на прозрачные и матовые. Чтобы из обоих команд сделать два супер-гигантских слайма и прорежать, какой из них получится круче. Да, только Киса Лиса вообще-то все проспала. А еще мы сделали слайм-больницу, куда мы будем помещать больные слаймы и потом их лечить. Только нам пока еще не попалось ни одного больного слайма. Я думаю, еще точно попадется. У нас их слишком много. Да, а Юмичу, как всегда, думает только о козявках и какашках. Чуть софих вы творчете, а? И она решила сделать еще и сопли слайм. Фу. В котором будут всякие противные лизны. Да уж, в прошлый раз мы распаковали только маленькую часть. И сегодня постараемся показывать вам и распределять антистрессы быстрее. А вы смотрите внимательно и напишите, какой по вашему был самый классный в этот раз. Да уж, посмотрим, что у нас получится. Погнали. Так, Ань, ты же нам будешь дальше помогать? Куда же вы без меня денетесь? Руки-то у меня. Да, кажется, Аня права. Языками не получится. Юмин, тебе лишь бы чем-нибудь языком поделать. Вы удивитесь, но лапами тоже не получится. Ань, слушай, мы в прошлый раз выбрали много салатовых лизунов для Юминого сопли слайма. Да, вот они. Но давайте все-таки все их проверим. Вдруг какие-нибудь из них... Подойдут ли она шаги гигантских слаймов? Ага, ну вот, например, это. Мне сразу, если честно, кажется, что эта штука испорчена. И может быть она будет первым пациентом в нашей больнице? Что думаете? А мне кажется, она не такая уж и плохая и прекрасно подойдет для моего сопли слайма. Ну, как скажешь, покемон, запихаем ее к тебе. Кстати, Ань, а про покемона вы что, правда с Юмином переезжаете вдвоем в Москву? Сейчас, подожди, Софиш, секунду, я закончу и все расскажу. Нет, сначала добавь в мой сопли слайм вот эту вот слизь и сердечко. Но она совсем жидкая, ладно. Смотрите, какой красивый зеленый слаймик. Ань, ты и так и не объяснила нам про переезд в Москву? А мы знаем, что ролик уже на канале Magic Family вышел. Смешно, конечно, что в этом ролике мы все еще вместе, тут, в Magic House, распаковываем слаймы. А на Magic Family уже вышло видео, где мы вместе с Юмичу переехали в Москву. Но все потому, что эту гигантскую коробку мы распаковывали прямо накануне отъезда. Короче, да, у нас случилось много всего серьезного. И в том числе больниц, и у меня, и у... В общем, я все рассказала на канале Magic Family. Не стоит здесь об этом рассказывать. Ребята сами сходят и посмотрят, если им интересно, что происходит. Да уж. Конечно, им интересно, что происходит в нашей жизни. Тем более, что ты уехала из дома с Юми. А мы остались тут. А еще и машина. Да, это, кстати, одна из шокирующих новостей в новом ролике. Про нашу новую машину. Точнее, не совсем нашу. Точнее, в нашей жизни что-то пошло не так. Блин. Этот зеленый слайм в мой сопли слайм не подходит. Да, Ань, пожалуй, добавь-ка его в наш матовый гигантский слайм. В общем, я не знаю, как объяснить, что происходит. Ань, ты ей все прекрасно объяснила на канале Magic Family. Мне кажется, ребятам нужно это узнать. Они все посмотрят и поймут. Так что, если хочешь узнать все правду, потом пойди и посмотри новое видео. Ссылку мы оставим внизу, понял? И лайк там поставь, и на тут поставь, и комментарии напиши, и там, и тут. И подпишись на нас, а то у нас до сих пор не 2 миллиона. Ань, давай возьмем какой-нибудь другой цвет. Да, ну зачем распаковывать салатовый? Да, конечно, но похоже, Юмичу это опять цвет для твоего сопли слайма. Мы что, сегодня только сопли слайм будем, Юмин, делать? Нет, но, по крайней мере, этот слайм пойдет все-таки к Юмичу. Потому что, во-первых, он, о, фу, очень липкий. А во-вторых, он очень подходит мне по цвету, да? Да, уж то, что у тебя здесь получается, Юмичу, реально выглядит противно. Мне кажется, твоя цель достигается. А, по-моему, мы давно уже ничего не добавляли в наш прозрачный мэджик-гигант. Мне кажется, надо добавить яркости. Дань, смотри, какие мы тут с Мишей нашли классные слаймики. Эм, лол, давай-ка. Да давайте, вы что меня-то спрашиваете? Это же ваши эксперименты. Я всего лишь вам помогаю. Ну что ж, смотрите, какая красивая баночка, во-первых, квадратная. Во-вторых, в ней очень красивый голубенький слайм. Эти лизуны явно новые. Так, тут какая-то игрушечка. Кажется, кто-то с четырьмя лапками очень миленький. По-моему, это... Монстр ящер? Ну, если хочешь, Юмичу, называй этого динозаврика так. Это не динозаврик. Слаймик очень классный. Как я уже не раз говорила ребятам, я обожаю вот эти вот полупрозрачные слаймы. И цвет у него красивый. Да, Иван, все, что голубого цвета, для тебя красивый, потому что это твой любимый цвет. Давай, добавь его к нашему будущему прозрачному гиганту. Окей, сейчас глянем на розовый. Розовый лол слаймик тоже новенький, в точно такой же баночке, только другого цвета. Сейчас я его вытучу. Кстати, по сравнению, помните, в предыдущий раз, как мы пытались вытаскивать слаймы из банок в этот раз, они вылазят очень легко. Ух ты, ребят, он не полностью розовый. У него еще внутри очень красивые переливающиеся блестки. Добавляю наш прозрачный гигант. По-моему, он станет еще красивее. Наш гигант, мэджик лизун прозрачный, с кучей всяких блесток и украшений становится все больше и тяжелее. Я не представляю, что будет, когда мы разберем всю эту коробку. А мне лично почему-то кажется, что мой сопли слайм будет самый красный. А мне кажется, все-таки матовый. Не будем гадать, ребята, и тянуть время. Давайте лучше откроем вот эти вот на ногам написано. А, это не слаймы, похоже, это плотные твердые жвачки для рук. Или что? Они как пластик просто какой-то. Ничего себе. Я впервые вижу такие твердые жвачки для рук. Они даже толком не тянутся. Может быть, их нужно поразогревать. Но для наших слаймов они точно не подходят. Смотрите, как ее можно крутить. Можно скручивать и скручивать ее в бесконечную косичку. И она не меняет своей формы. Это нужно оставить для каких-нибудь других экспериментов. Прикольно. Может, ребята знают, для чего это и что это? Неужели это просто такой вот антистресс? Но нам они не подходят. Нанеси мне на морду. Окей, подобные жвачки для рук не идут с нашей слаймы. Но нужно придумать, что с ними можно делать. Наши умные мэджики точно придумают с ними какие-нибудь эксперименты. Это что, тоже такая же штука? Вот эта штука чуть помягче и больше похожа на жвачку для рук. Да, она намного сильнее растягивается. Не знаю, почему та такая твердая. Это, видите, тянучая. Но ни та, ни другая нам не подходит, поэтому давай отложим их и продолжим распаковывать лизуны. Ладно? Вот, например, открой вот этот Magic Family. Да, вы правы, а то это никогда не закончится. Самодельный слайм, на котором написано Magic Family. Наверное, потому что он розовый. Хотя он не такой яркий. Скорее, более бледный. Еще с какими-то прожилочками, что ли, фиолетовыми. По-моему, он в отличнейшем просто состоянии. И самое прикольное, что он такой нежненький, мягенький. Давай, добавляй его уже, наконец-то, в наш матовый слайм. Смотрите, как получается ярко. Мне кажется, что матовый даже ярче, чем прозрачный. Надо все это еще хорошенько замешать, чтобы вот эти вот лизуны были яркими прожилками в нашем фиолетовом Magic Slim. О, какой он прикольный. И тоже такой большой и тяжелый. Посмотрим, что в итоге у нас выйдет. А может матовый добавить немножко ярко-салатового? Да, вот этого вот, Ань. А может он упадет в мой сопли слайм, а? Ребят, давайте не будем спорить и делить слаймы. Просто проверим его, подходит он нам или нет. По-моему, он слишком, слишком, слишком липкий. Поэтому, да, простите, Эйвен и Софи, но он отправляется в кастрюльку Ювичу. Вообще, можно было тогда его в больницу отравить. У нас в больнице до сих пор никого нет. И, Софи, хватит там борчать. Он подходит для моего сопли слайма. У нас еще столько слаймов впереди, что, я думаю, для больницы кто-нибудь уж точно найдется. Смотрите, какой зайка. Это будет мое. Хотя, он абсолютно здоровый и очень красивый, в нем даже блесточки есть. Но, что насчет цвета? Мое. Ой, да дай-то я его. Окей, и мне кажется, вот эта слизь тоже к тебе, Юми. Конечно, потому что все слизи похожи на сопли. А у меня сопли слайм, отлично. Ой, подождите, кажется, в этой слизи кто-то есть. Там какое-то насекомое. О-о-о, салатовый скорпион. Смотрите, тут есть еще какая-то баночка из-под краски. Я вот думаю, в ней слайм все-таки или краска? Кажется, слайм, о-опс, кажется, это слайм с краской. Причем, с самой настоящей какой-то гуашью, что ли. У меня все руки желтые, я испачкалась. Слушайте, мне сейчас стало интересно. Если кто-то добавил в слайм краску, и она запачкалась, то как же делают остальные слаймы? Какую краску в ней добавляют? Может, ребята знают. В смысле, как в слаймах добиваются таких ярких цветов, без краски, которая пачкает руки? Да, и правда. Интересный вопрос, Софи. Аня, давай ниндзя-то распакуем. А северное сияние уже кто-то сожрал. Хи-хи. Наверное, Юмичу. Ну что, Софи? Ох, у Софишки сегодня ворчливое настроение. Давайте возьмем вот этот, он точно новый, черный. И благодаря прошлому ролику, как ребята написали, я знаю, что эти трубочки нужны для того, чтобы выдувать пузыри из ниндзя-слаймов. Тут вода какая-то вытекла. Или я ошиблась, и все-таки он не новый, и кто-то им уже до нас поантистрессился. Потому что он совершенно не тянется, рвется. Какие там пузыри? Только не берите его ко мне, он мне цвета не подходит. По-моему, это, наконец-то, наш первый пациент в больнице слаймов. Или даже целых два. Да, потому что он даже обратно соединиться не может. Ура, ура, наконец-то, наш первый пациент. По-моему, Миша в прошлой жизни была доктором. Почему? О, этот слайм с ароматом шоколада. Шоколадный слайм, впервые такое вижу. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. А вот он новенький, видите, на нем даже фольга. Сейчас откроем. Мне кажется, я в прошлой жизни была медсестрой, а не врачом. Да, Миша любит всех лечить. Да, даже слаймы. Но этот шоколадный слайм, Мишаня, по-моему, тебе лечить не придется. Он абсолютно новенький. Вы чувствуете запах шоколада? Да, да, но нам шоколад нельзя, мы же собаки. Поэтому мы пойдем, чтобы не нюхать. Ммм, как вкусно пахнет, и правда. Но цвет у него, смотрите, цвет у него не совсем уж и шоколадный. Он не коричневый. Он не коричневый, как какашки, потому что шоколад похож на какашки по цвету. Ой, Миша, ты же девочка, ты же не ребенок. Эй, ребят, отвлекитесь от ваших споров и посмотрите лучше сюда. У него цвет как будто перламутровый, с каким-то оттенком темно-розового. И он больше похож не на шоколад, а скорее на какую-то шоколадную карамель. Какой необычный цвет. Мне кажется, в этот раз ребята выберут именно этот слайм. Ну что, ребята, те, которые смотрят это видео, нравится вам этот слаймик? Юми, не лежи. Ладно, ладно, попробуй еще. Как растаявший шоколад, он стекает очень красиво. И мне нравится, что в нем есть вот этот вот розовый оттенок. И так как он все-таки матовый, добавь его в наш космический матовый слайм. Блин, по-моему, очень красиво получается. А вот в этом ниндзе слайма почти нет. Там только остатки кого-то оранжевого. Да, на нем написано северное сияние. Что-то это как-то слабо похоже на северное сияние. Он больше похож на тухлый помидор, чем на северное сияние. Интересно, северное сияние может выглядеть как тухлый помидор? Так, ребята, хватит говорить глупости. Вам нужно когда-нибудь посмотреть на северное сияние. Может быть, я вас свожу. Ань, ты говоришь, типа ты сама видела северное сияние. Вот я лично тухлые помидоры точно видел. Ань, давай просто засунем его в юмин сопли слайм и покончим с этим. Окей. Радуйся. Че, че, че? Тухлый помидор мой сопли слайм? Ну ладно. Ух ты, ребят, смотрите, какой красивый, сиреневый, прозрачненький слаймик я нашла вот в такой вот баночке. Он точно новенький. Блин, у нас еще так много слаймов. Будем распаковывать третий день. Да, сегодня у нас второй день распаковки и кажется, она не закончится никогда. Но ребята после нашего первого дня видео сказали, что они очень хотят, чтобы мы распаковали все. Я знаю, поэтому мы сильно стараемся, хотя у нас не получается делать это очень быстро. Ох, какой прикольный, красивый. Да, мне тоже очень нравится, но, по-моему, нам пора заканчивать. Так что продолжение следует. Так что ждите, ребят, на следующий выпуск с распаковкой. А пока пусть они идут и смотрят новые видео на Мэджик Фэмили Дайм. Да, тем более там столько всего. И даже наш новый Мэджик Мобиль. Скорееееее. И увидимся скоро.